Большинство деталей сушилки производят из стали толщиной почти в миллиметр. На завод они приходят в огромных рулонах. Здесь их отправляют в машину, которая нарезает листы около метра в длину. Из этих листов промышленный пресс штампует различные детали. Например, опоры двигателя. А это задняя панель барабана, крутящегося отделения, в которой складывают одежду. Запомните эти отверстия, мы к ним еще вернемся. Чтобы придать барабану нужную форму, машина сгибает лист предварительно окрашенной стали в цилиндр. При работе сушилка всасывает воздух снаружи через переднее отверстие. Затем он проходит через нагревательный элемент и подается в барабан через небольшие отверстия в задней панели. Когда формирование барабана завершено, на его внешней стороне выдавливают жёлоб. Он предназначен для моторизованного ролика, который будет двигать барабан. Затем его помещают в другую машину, где прикручивают три направляющих. Это перегородки из толстого пластика, которые находятся внутри барабана. Они перемещают белье во время вращения. Дальше на барабан устанавливают передний обод. Заднюю панель собирают вручную. А устанавливает её робот. Теперь изготавливают вытяжной канал. Горячий влажный воздух выходит из барабана через серию отверстий и прорезь в дверце сушилки. Воздух отводится вниз через волоконную перегородку, а затем по трубке поступает в переднюю часть сушилки, к вентилятору. Он выдувает воздух через трубу в задней части сушилки. Нагревательный элемент работает по принципу тостера. Правда, потребляет при этом намного больше энергии – до 6000 ватт. На завод катушки из керамики и стали приходят уже готовыми. Рабочие просто устанавливают их на листе гальванизированной стали. Кроме того, они крепят температурный датчик, который отключит энергию, если возникнут проблемы и сушилка перегреется. В цехе отделки сушилку покрывают порошковой краской, которая предохраняет ее как раз от перегрева и от ударов. Затем собирают нижнюю и заднюю части механизма. Дальше устанавливают мотор, приводящий в движение ремень и вентилятор. Теперь пришел черед выхлопной трубы. Да, она здесь тоже есть. Тем временем специальные роботы подготавливают электропроводку. Они окрашивают и обрезают провода. А на их концах устанавливают зажимы. Далее проводку подсоединяют. И устанавливают барабан. Бока закрывают. И прикручивают дверь. После этого подключают панель управления. Она соединена с серией передач и переключателей, которые контролируют циклы сушки. В самом конце клеят метки с моделью и серийным номером. С такой машиной и правда можно выйти сухим из воды.